1 февраля в стенах администрации Каспийска состоялось совещание главы Республики Дагестан Сергея Меликова по вопросам объектов социального и живичного строительства муниципалитета. В рамках встречи руководитель региона отметил приоритетную тему, связанную с возможностями переселения граждан из аварийного жилья. Есть закон Российской Федерации о комплексном развитии территории. Этот закон внес изменения в градостроительный кодекс. И этот закон обязывает не только руководителей и нуждающихся в переселении соблюдать этот закон, но и всех остальных, кто попадает в зону действия этого закона в плане получения разрешения на строительство, пользовать земельный участок на строительство, они должны этот закон соблюдать. Глава Республики Дагестан рассказал о своей заинтересованности в реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023-2025 годах. По его словам, жители ветхого жилья должны жить в более комфортных условиях. Требование тоже такое, что при строительстве, ну, во-первых, обеспечении всеми ресурсами, чего у нас, к сожалению, нет при реализации программ жилищного строительства, я имею в виду свет, вода, газ, водоотведение как средство, единый платежный документ и приоритеты управляющих компаний, безналичный расчет. По данному вопросу также выступил в Рио министр строительства, архитектуры и жилищного коммунального хозяйства Республики Дагестан Александр Нестеров. Он подчеркнул, что всего переселению подлежат жильцы 9 объектов, общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров. По первому этапу 23-24 года предусматривается расселение 6 домов с площадью 4400 квадратных метров. Все дома, ну, по факту являются общежитиями, поэтому здесь возник вопрос компенсации разницы между существующей площадью и той, что должны предоставить переселяемым гражданам. На сегодняшний день земельный участок был согласован с инициативной группой, с теми людьми, которые непосредственно проживают в аварийных домах, и было принято решение вместо текущих однокомнатных помещений предоставить однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра, а взамен двухкомнатных помещений предоставить двухкомнатную квартиру жилой площадью 42 квадратных метра. Всего в рамках первого этапа будут возведены многоквартирные дома из 12-13 этажных домов. Предполагается строительство 257 квартир с предусмотренным ремонтом, наличие межкомнатных дверей, оборудованная ванная комната, кухня с установленной плитой и ламинатом на полу. Во дворе дома также будет размещена котельная комната и организована парковка на 90 автомобильных мест. К тому же Нестеров отметил, что все дома будут возведены с учетом сейсмоустойчивости. Дополнительно к этому всеми участникам специальной военной операции предусматривается предоставление квартиры с дополнительной площадью 5 квадратных метров. В конкурсе на проектирование и строительство победителям определена подрядная организация СМК «Жилье». Компания зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Планируется начать работы по реализации первого этапа проекта в течение февраля 2024 года и завершить в первом квартале 2025. Второй этап программы также будет реализован с момента решения вопроса с финансированием. Отметим, что в собрании также приняла участие инициативная группа переселенцев города Каспийска, которая отметила работу Министерства строительства Республики Дагестан в осуществлении государственной программы переселения. Огромная благодарность сотрудникам Минстроя, которые в кратчайшие сроки приняли грамотное решение, создали проекты наших домов. Были много претензий, но эти претензии мы решили все в процессе встреч в Министерстве строительства. У нас было несколько встреч с президентом, с главой республики. Поэтому все подводные камни вроде бы мы убрали. Собрание прошло при участии главы города Бориса Гонцова, министра образования и науки Республики Дагестан Яхьи Бучаева, министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой, сотрудников администрации муниципалитета и других ответственных лиц.